здравствуйте друзья мы обсуждаем такие потенциальные последствия избрания такого неожиданного избрания доналда трампа как президента и нас всех интересуют и политические безусловно интересует вот то есть мы мы не хотим чтобы стране был взрыв там расизма или там как каких-нибудь вот таких вещей и потенциал этого сохраняется кстати очень серьезно судя по тому каких людей там назначают в будущую администрацию потенциал очень высокий но в данном случае мы говорим об экономических вот у меня сегодня экономическая такая тема уже несколько дней подряд растут растет интерес банковский то есть если вы хотите купить дом например вот вот был некий интерес и вы хотите купить дом и выгодья мне хватает денег вот там на не знаю там на 350 тысяч покупку то под когда интерес растет туда вдруг выясняется что вам хватает только на 320 тысяч потому что часть тех денег что у вас есть уйдет не на покупку дома а уйдет на выплату интереса банку вот эта часть увеличивается и уже тут некоторые нервничают люди которые сейчас находятся в состоянии там при опробовала и вот где-то на рынке то есть они они уже задергались потому что обычно недвижимость покупают не так не между делом а покупают или на пределе или почти на пределе финансовых возможностей очень многие я не хочу сказать что поголовно так но это но это очень очень часто так и фактически те люди которые вот на пределе и сейчас пытаются купить у них уже начинается вот это вот обрезание возможностей да так вот мы идем как бы общая такая сентенция рыночная что мы идем в рецессию то есть у нас и так вот последние полгода уже говорят все у нас full employment то есть при том что безработица как бы есть да ну потому что люди меняют работу тоже часть этого я не знаю там что еще участвует но вот казалось бы там около пяти процентов безработицы но вот говорят full employment нет людей невозможно нанять никого не потому что не потому что мы переборки а потому что ну вот нету и я помню однажды было время когда было три процента безработицы это была катастрофа такая что нанять было одно про это как как сумасшедший был рынок то есть вообще не было людей то есть три процента это я это я видел что такое безработица три процента это просто фантастика вот но вот сейчас 5 и говорят около пяти говорят что значит full employment это замечательно и дальше в силу разных причин но в частности в силу экономических планов нового новой администрации а то есть там инфраструктурные всякие строительства вот и даже забор на самом деле построить тоже денег стоит ну и так далее там не только это считается что будет инфляция какая инфляция насколько она контролируемая инфляция мы не знаем насколько federal reserve bank сможет придерживать это они они то ведь последние годы держали инфляцию но если не на нуле то близко к тому и философия federal reserve bank была что инфляция не должна быть больше двух процентов то есть вот надо так так вести бизнес чтобы инфляция не была больше двух процентов но как бы в популистском таком направлении процент если инфляция больше там пять процентов может быть семь процентов люди у которых например есть недвижимость они видят что недвижимость растет в цене то что это другие деньги то есть скажем то что доллар полегчал это не так заметно а вот то что там выросло на 10 процентов а я за последующий год еще на 10 процентов это ты чувствуешь что ты богатеешь зарплаты по идее должны расти бывает такая инфляция когда нет зарплаты когда не растут зарплаты так тоже бывает но в принципе если как бы с наймом хорошо и как бы людей конкуренции особо и не значит тогда должны зарплаты расти то есть это может создать как бы такое ощущение того что мы растем но не знаю в общем это все спекуляции а то что интерес уже вырос без того чтобы феды что-нибудь там поднимал это мы уже видим вот может быть это кратковременная может быть они потом как-то передумают переоценят перри осмыслить я не знаю но пока вот такая такая тенденция и жизнь в условиях инфляции ну скажем так заметной инфляции я не хочу сказать серьезная инфляция это отдельная жизнь но жизнь в условиях такой не очень пусть не очень большой но заметной инфляции накладывает свою специфику то есть если у тебя кеш ну кеш и может быть на счету в банке лежать но если у тебя деньги просто деньги то они обесцениваются во время инфляции поэтому люди бросаются покупать то что во время инфляции растет во время инфляции хорошо растет недвижимость может быть не самая дорогая конечно но вот ну какая есть вот люди бросаются что-то такое покупать потому что они тем самым спасают свои деньги от обесценения да люди перестают перефинансировать да то есть допустим а есть там моргидж там четыре процента и он думает вот там через полгода пойду может быть не три с половиной удастся нет получить сейчас он будет держать эти 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 моргиджи никто никуда от них не денется потому что дальше будет только хуже я я помню время когда у нас был как-то раз мы что-то покупали нас 8 825 было вот сейчас самый последний наш моргидж был чем там не помню три с половиной вот а когда-то мы бы 825 тоже было ребят которые приехали на 10 лет нас раньше рассказывают что они когда-то брали под 15 под 16 процент сайте в рейгановские времена когда такая была галопирующая инфляция вот и так тоже было так что вот мы сейчас со светланы и сидим так и обсуждаем значит как наша жизнь должна измениться что мы должны делать иначе если вот значит будет инфляция и это сказывается на стоимости аренды жилья это сказывается на стоимости самой недвижимости если недвижимость становится менее доступной ну то есть сложнее купить то конечно люди с одной стороны стараются купить что-то поменьше там подешевле это правда но но в целом людей на рынке меньше поэтому когда меньше покупают недвижимость тогда и и больше арендуют то есть это может привести к тому что увеличится спрос на аренду и соответственно цены на аренду будут расти хотя они могут расти и просто еще потому что день денежка обесценивается сами по себе доллары и так я остановлюсь да на всякий случай вот такие дела ну ну посмотрим это пока так какие ранние самые первые такие расточки из-под снега подснежники такие поглядим инфляция не то чтобы это как бы все говорят что плохо некоторые говорят что инфляция это даже неплохо совсем и два процента это как бы очень низкая инфляция как бы инфляция способствует росту инфляция в частности способствует обесценению государственного долга если мы брали вот в долг вот этими долларами отдаем ту же сумму но меньшими ну скажем вот инфляция там за несколько лет составила 50 процентов представить им значит через несколько лет ваш долг скажем золотом эквиваленте уже только половина то есть некоторые считают что это очень даже удобно вот я не не экономист тем более такой глобального плана поэтому я ничего насчет сказать не могу вот кроме того что люди пишут разные вещи и может быть каждый из них я исхожу из того что каждый человек когда что-то пишет профессиональный человек он по-своему прав то есть он видит какую-то какую-то сторону этого всего наверное очень немногие видят сразу все стороны и то как правило они где-то там вот обязательно ошибутся и так она вот эти прогнозы они как как правило даже если сегодня сбылось то следующий раз там или там три подряд могут не сбыться поэтому делал такое это очень сложно все это не не то что вот у кого-то есть волшебная палочка или там хрустальный шарик он туда смотрит и все видит это больше на кофейную гущу похоже так намеками полутонами наблюдаем интересно очень интересно так что друзья если у кого-то планы какие-то в общем имейте ввиду что есть такая тенденция если вы думаете про денежки с другой стороны вот я смотрю например на соотношение доллара и рубля и я вижу что доллар в рублях как бы потяжелел да вот там было 62 стало 65 то есть казалось бы если бы доллар терял свою цену но доллар не теряет цену доллар как раз растет относительно евро доллар растет и пишут что пишут что концу следующего года пишут что концу следующего года но опять прогноз такой сами понимаете но чуть ли там они не сравняются доллар и евро потому что там осталось уже совсем не так много по сравнению с тем как вот еще относительно недавно там евро шел за доллар сорок а сейчас там доллар доллар 7 доллар 8 там уже не так много осталось так что как бы не поймешь вот наверное я просто слабо ориентируюсь в тонкостях этого дела и мне кажется это немножко противоречивым но вот как есть если кто объяснит я буду очень признателен а так друзья у нас вторник солнышко почти вернулось вы видите мы снова тумане оказались тут почти вот день солнечный жизнь продолжается и я бы сказал что в политическом таком смысле немножко тревожнее становится потому что если казалось что сразу как вот там трампа изберут он что деваться ему некуда он станет таким вполне мейнстрим таким человеком республиканским то есть ну там есть люди и они как бы его приведут к общему знаменателю то вот те назначения которые сейчас происходят в администрации они заставляют усомниться во всяком случае это не это это не процесс который уже где-то там может быть это позже произойдет я не знаю но я думаю что мы увидим гораздо больше демонстраций и протестов и всего на свете и это все абсолютно однозначно спровоцировано будет вот тем что там творят эти люди ну как бы неприличные что ли для абсолютно любой администрации так что ну посмотрим опять это мое мое как бы мнение мое видение посмотрим все друзья счастливо и вот вот yeah Продолжение следует...